друзья всем привет полпути проехал на заправку заехал еду заскочил столовку покушал сейчас я немножечко припаркуюсь чтобы не стоять тут не мешать тут солнышко так хорошо выезжал с одного дома в другой пасмурно тучи свинцовые выехал из волгоградской области заехал ростовскую а здесь красота солнце светит солнце светит и скажите мне такая весенне-летняя погода так я разделась потому что мне жарко так традиционная рубрика да забыл сегодня утром снимал с этим роддомом с роддомом этим совсем забыл как он всегда едем на заправку сперва да и традиционно ой я рассказываю о том какие у меня ожидания какие у меня ожидания с этой поездкой вот прямо у меня все записано я всегда все записываю в записной книжке в общем ну понятно что планы планами мы планируем а как сказать жизнь она по-своему распоряжается но все равно цели ставишь какие-то достигаешь эта поездка она насыщена такими знаете маленькими делами но без которых двигаться дальше как бы ну не очень комфортно поэтому нужно маленькие делайте переделать первое это наверняка уже кольцо бетонное которое прошлый раз мы с вами заливали для спуска в подвал уже застыло прочности набрало думал что пройдет три недели но видите сколько прошло месяц наверно да даже может ну да месяц прошло форс-мажорные обстоятельства ведь как у масямбы за это время успели операцию сделать вот ну в общем ладно а грустным не будем нужно установить теперь на затвердевший вот этот вот обод который мы залили из бетона теперь нужно люк установить и чтобы у нас он открывался как надо это первый момент второе больше от наверно часть делов будет это наверно но не знаю посмотрим по погоде чем загадывать хотел конечно пожечь всю траву и ветки взял с собой аккумуляторы все этот секатор пила все 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 вот эти прибамбасы дополнительные так а чё я на выключи машину бензин жгу зря вот утилизировать все пожечь по возможности ну и главное друзья главное главное теперь ценность у нас в доме на юге это виноградник и вот теперь нужно короче я опылился знаниями в интернете на ю тубе насмотрелся кучу каналов хороших которые виноградари виноградар виноградом занимаются и опылился в общем там информации как обрезать виноград особенно старый вот но опять же возле дома по сажен виноград который выполняет функцию еще и как бы притенение да не не получение больше плодов до чтобы обрезать его вот на плоскую то вот шпалеру ли как он там называется а чтобы еще и затеняла да то есть создавал такой эффект беседки над входом вот с учетом этого нужно будет обрезать винограды ничего я пока удалять не буду я в этом я вообще планировал оставить только вот этот вот молдову виноград и белый виноград там где за летней кухней типа дамского пальчика вот это такой белый но обстоятельства поменялись как говорится из последнего вина а из последнего винограда который поспел позднего туда собрали мы это не молдова было это там какой-то другой не знаю сорт у него жесткая кожура и такая знаете ну мясистая как мед сладкая серединка но внутренности вот этот черный виноград я не знаю он когда я его весь намял он такой как кисель был а это потом уже в процессе брожения он превратился в такой нектар водянистый вот из него мы вино с вами сделали сухое обалденное вообще до сих пор вот я а у меня аж прямо это хорошее вино прямо очень очень вкусное мама сказала вези мне на новый год этого вина ладно значит виноград надо обрезать я ничего не буду удалять все оставлю как и все кусты оставлю и самого начала прям вот весной будем с вами ухаживать за этим я буду ухаживать вы будете смотреть подсказывать делиться своим опытом я буду делиться чем где нашел в интернете чем виноград до обрезать дальше это вот такие вот два таких основных дело до перепаять мне нужно по мелочевки много это от мелочевки до перепаять нужно кран с улицы которые выходят на улицу его нужно перепаять внутрь потому что вдруг минусовая температура разморозит кран уличный и на по насос начнет работать вода же пойдет разморозится вода потом заморозится потом разморозится лопнет и вода будет идти а насос будет думать что вода водой пользуюсь и выкачает мне всю эту как его скажите весь колодец почему потому что я в эту зиму воду перекрывать электричество в доме выключать не буду вот потому что вот мы сейчас с вами едем а туда на пункт выдачи интернет заказов едет умный вай фай датчик который я хотел подключить хочу подключить он показывает температуру влажность и управляется по вай фаю чтобы можно было регулировать температуру в доме до управлять температурой в доме чтобы дом не заморозился вот но при этом чтобы расходов не было да значит вот такое дело получить этот датчик установить умный дом то есть это прям очень важно почему потому что с морозы начинаются а мне не хотелось бы размораживать систему но сливать воду как в прошлом году помните в зиму мы уехали подвал затопило мы уехали и воду спустили до весны в этом сезоне спускать вот не вот потому что постоянно буду туда ездить мы в декабре и на новый год поедем и в январе в общем постоянно там будем тусоваться в это что-то делать соответственно приехал нужно отопление включить а чтобы включить должна вода быть в радиаторах а чтобы она была она не должна замерзнуть а чтобы не должна замерзнуть ее нужно подогревать понимаете вот газовый котел мне не хотелось бы оставлять рабочим а подогреватель электрический от умного дома вай фаевский вот как в позапрошлом году я включал но к сожалению там удлинитель не выдержал что-то там замкнул но сейчас у нас же электричество наладилось нам провели 15 киловатт в дом нужно еще продолжать заниматься электричеством вот соответственно в эту поездку может быть что-то я по электричеству успею сделать начну розетки провода там откос нужно же штукатурить который поддувает в спальне другие откосы нужно отбить ванной да в общем на отбивать глины отбил окно тут же заштукатурил его до откоса сделал я закритиковали меня в прошлый раз тем что я хотел это вспененный вот этот вот материал на откосы пустить большинство комментариев было зачем тебе это надо делай лучше штукатурку будет вообще как ну классно я подумал подумал дочьа я без ручка что ли я и штукатурку могу откосы штукатурки гипсовые купить вот в новороссийск поедем закажем привезут нам штукатурку и будем ее накидывать окно отбили глин тут же заделали отбили заделали везу собой уровень лазерный вот что у меня тут записано да и вот демонтировать дверные проемы рамы в спальнях да раз уж оббивать окна буду и пород этих проемов убрать там шпыльно будет поэтому масям ты с собой не взял не только из-за холода что сейчас мы едем не знаем там холодный как долго будет греться но еще из-за пылище пыль отбивать откосы пыль будет идти вот ну и собственно да вот если наберется мусора ну вот этой глины то что буду отбивать да там строительного какого-то мусора то там вызвать мусорщиков и вывести но я сомневаюсь в прошлый раз мне замечание писали что ты говоришь все дела сделаны что-то не переделал ты мусор не выбросил так я снимал видео чтобы выбросить мусор мне не надо машину было заказывать зачем мне заказывать чтобы три мешка и два бревна выкинуть за 12 тысяч рублей научу такое говорите я еще накоплю поэтому я не выкинул потому что чем не 12000 платить за треть машины я наберу в процессе еще мусора на полную машину 8 кубов 8 кубов а там если три клуба будет у меня мусор даже меньше 2 потому что там чего осталось то три бревна с плохими досками несколько мешков мусора то есть это за двенадцать тысяч за это давать значит никакого желания потому что я большую часть досок да не больше а все практически доски половые я отложил убрал их оставил вот какой-то линолеум свернул тоже убрал оставил там был плохой ломки я его да на выброс в общем мусора в разы стало меньше поэтому зачем мне его надо было вывозить деньги девачу некуда просто для красоты для чей для вашей меня пока тот кусочек мусора не мешает мне глазам вот в общем вот такой заезд значит монтаж люка уличный кран виноград уборка территории жечь ветки траву электрика по дому штукатуркой откосы откосы дверные проемы ну строительный мусор все и умные эти вещи все установить до умные вещи все вот такие вот такой план действий но еще хотел вызвать кое-каких мастеров ну пока там буду в доме ноги чтобы приехали посмотрели прикинули еще одну фирмочку нашел которые занимаются занимаются электрикой и одна фирма занимается этими крышами и по электрике мне нужно все равно вызывать электрика который мне от счета ну будущего которого еще в доме не установлен от счета до тех соплей со столба который к дому довели 15 киловатт проведет силовой камень кабель и подключит мне все это потому что сам я это делать конечно не буду потому что во первых у меня допуска нет во вторых но мало ли чё вот я все-таки не электрик в этом плане если там розетки и провода провести это не проблема а собрать сам щит и подключить его к линии это конечно должен специалист делать вот собственно и все вот такие вот планы ну что я пообедал заправился отдохнул в принципе можно ехать ориентировочное время прибытия у меня аж уже будет темно но не знаю если будет возможность то мы с вами зафиксирую вместе встречу с домом вот в общем постараюсь еще очень поснимать да ничего не будете поснимать а чё там у нас вообще происходит как там дом сохранился не сохранил случае жарко примут я сижу вспотел прям так что поехали а то я потею и окна потеют